Острова полярного архипелага, которые все больше привлекают туристов, столкнулись с неожиданной проблемой – нехваткой опытных гидов-экскурсоводов. В сети появилось объявление о вакансии гида на архипелаг Шпицберген. Идеальный кандидат должен иметь права на управление снегоходом, лицензию на ношение оружия, а также владеть английскими и норвежскими языками. От потенциального гида ждут умения ладить с людьми. Важно, чтобы он любил Арктику и справлялся с продажей сувениров. В Баренцбурге, к примеру, уже работает Центр народных ремесел. Гиду придется возить туристов за консервированное шахтерское поселение Пирамида. Однако найти такого специалиста оказывается совсем непросто, отмечает руководитель Центра арктического туризма Груманд Тимофей Рогожин. Российские поселки на Шпицбергене с каждым сезоном привлекают все больше туристов, пишет издание «Коммерсант». По данным туроператоров, за минувший год архипелаг посетили около 60 тысяч туристов. 26 тысяч из них побывали в российских поселках. Однако активным выдался не только зимний сезон. На летний период также было все забронировано. Большой турпоток меняет правила игры для туристических компаний. Туроператоры признают, что в Арктике не хватает персонала. В списке вакансий оказался не только гид-полиглот, но и более обыденные вакансии – повар, швея и капитан маломерного судна. Персонал необходим для работы в поселках Крумант и Баренцбург. Гидов, которые умеют работать с техникой, которые умеют работать в Арктике, очень мало. В этом году, например, у нас основной косяк гидов – это ребята из Карелии, где в свое время было много компаний, которые работали в этом направлении, пояснил Дмитрий Рогожин. Пару лет назад список необычных вакансий на рынке труда пополнился отпугивателем белых медведей. Оказалось, что нужен человек, который сумеет отгонять хищников, чтобы те не бросались под ледокол. За такую работу предлагали зарплату в 6 тысяч долларов. Эта профессия называется Арктический Рейнджер. Для такой работы нужно пройти спецподготовку и иметь лицензию на оружие. Рейнджер обеспечивает безопасность пассажиров больших круизных лайнеров, когда на Архипелаг Шпицберген прибывают группы из 200-300 туристов. Необычная вакансия открылась и в Финляндии. Финские отели щит охотников за северным сиянием. Отель Hotel Arctic Show набирает сотрудников в отделы рекламы, которые будут наблюдать за ночным небом в финской Лапландии. Главное требование к кандидатам – не спать по ночам, хорошо знать английский язык и разбираться в оттенках северного сияния. Северное сияние – одна из основных услуг, на которой специализируется гостиница. Hotel Arctic Show – это несколько хижин, которые с 2008 года каждую зиму возбудятся на озере Лехто. Особенностью этих игл является стеклянная крыша с подогревом, поэтому постояльцы могут любоваться северным сиянием и с теплой постели. В отель приезжают туристы со всего света. Цена за ночь Hotel Arctic Show достигает 900 евро. И за такие деньги постояльцы точно не хотят смотреть на темноту над головами. Поэтому отель нанимает сотрудников, которые будут изучать сайты с данными о сиянии, наблюдать за небом и предупреждать отдыхающих, что можно просыпаться. Трудоустроиться, кстати, могут и жители России при условии свободного владения английским языком и другими необходимыми навыками. В прошлом году отель уже нанимал смотрящих. Свои заявки на вакансию прислали более 200 человек. В итоге работы мечты получили двое. Один из самых ярких примеров арктических вакансий – это профессия переворачивателя пингвинов, вернее, миф о ее существовании. В Антарктиде долгое время считалось, что птицы засматриваются на пролетающие вертолеты и опрокидываются на спину, а встать самостоятельно не могут. Для изучения явлений ученые отправили на остров Южная Джорджия целую экспедицию. В МС Великобритании выделили 20 тысяч фунтов стерлингов на исследование, патрульный катер и два вертолета. В течение пяти недель ученые наблюдали за поведением пингвинов. Выяснилось, что птицы не обращают никакого внимания на вертолеты. Мало того, ни одного падения пингвины не зафиксировали. В 2000 году Министерство обороны Великобритании официально заявило, что истории с опрокидыванием пингвинов – ничто иное, как первоапрельский розыгрыш пилотов. Мурманский морской вокзал открылся после двухлетней капитальной реставрации. Реконструкция морского вокзала и пирса дальних линий Мурманска является частью проекта строительства Мурманского транспортного узла. Пирс дальних линий был введен в эксплуатацию в январе 2015 года. В результате реконструкции его длина увеличилась на 59 метров и составила 206,6 метра. К пирсу теперь могут ушвартоваться пассажирские суда длиной более 180 метров, шириной 25 метров и осадкой почти 6 метров. В результате реконструкции здания морского вокзала общая площадь его помещения увеличилась в два раза. Здесь разместилась зона внутренних линий пропускной способностью 50 пассажиров в час и зона международных круизных линий с участком пункта пропуска через госграницу пропускной способностью 120 пассажиров в час. Также в здании есть залы ожидания и помещения для размещения государственных контрольных органов и службы администрации морского порта Мурманск. Власти региона уже озвучивали планы по увеличению потока туристов на круизных лайнерах. Также имеются планы активизировать арктические круизы. Сейчас из Мурманска на атомном ледоколе туристов возят на Северный полюс. Как планируется, круизы из Мурманска также могут направляться на Шпицберген и другие арктические архипелаги. Ледокол капитан Хлебников вернулся во Владивосток из экспедиционного круиза в Арктику, который продолжался 71 день. Впервые за 25 лет сотрудничества с американской туристической компанией Quark Expeditions, которая арендовала ледокол, рейс проходил по уникальному маршруту, по Северному морскому пути, вокруг Гренландии и через Канадскую Арктику. Первых туристов и обслуживающий персонал ледокол принял на борт 8 июля в порту Владивосток. За тями Занадыря капитан Хлебников прошел по российскому сектору Арктики в Мурманск. На этом маршруте туристы посетили острова Колючин, Врангеля, Айон, Новосибирский и Медвежий острова, архипелаг Новая Земля. В Норвегии в порту Лонгер произошла смена пассажиров, и капитан Хлебников взял курс на Гренландию. Экспедиция в Гренландию прошла по плану с единственным отклонением. Тяжелые ледовые условия не позволили подойти к самой северной точке Земли. Полярный массив льда в районе Муса Норт не дал ледоколу подняться выше. Капитан Хлебников обошел западное побережье Гренландии, перешел в канадский порт Грисфьорд и посетил фьорды и арктические станции. В порту Анадырь пассажиры были высажены 23 сентября, тогда же вертолетами Ми-8 доставлены в аэропорт. По словам капитана ледокола Владимира Балдакова, 12 пассажиров сделали полный круг вокруг полярной шапки. Напомню, ледокол капитан Хлебников выполняет туристические рейсы с 92 года. В зимний период осуществляет экскурсии в Антарктиду с заходами в Аргентину и Новую Зеландию летом в Арктику. Студенты Никита и Филипп Стрельниковы в рамках велопохода по северной оконечности России добрались до финиша. 40 дней назад братья Стрельниковы сортовали из Мурманска от границы с Финляндией и сегодня добрались до конечного пункта назначения своего маршрута города Магадан. Оба молодых человека увлекаются спортом, однако, по их словам, на велосипеде столь масштабное путешествие они совершают впервые. Как признаются путешественники, решиться на долгий переезд было нелегко. Изначально нашей целью было лишь посмотреть Россию, заехать в малоизвестные места, увидеть те достопримечательности, которых нет в привычных путеводителях и указать на которые могут только местные. Путешественники считают, что своим велопробегом они могут помочь популяризации спорта в стране. Братья намерены наладить сотрудничество со спортивными школами по всей стране. Маршрут братьев Стрельниковых протяженностью около 12 тысяч километров пролегал через Мурманск, Карелию, Вологодскую, Ярославскую, Костромскую области, Киров, Перми, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Ангарск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Амурскую область, Якутский завершился в Магадане. Его прохождение заняло у велосипедистов 129 дней. Более 25 тысяч туристов посетили Соловки с июня по октябрь. Туристы купили свыше 80 тысяч билетов в музеи. Экэскурсионное обслуживание заказывали почти 68 тысяч посетителей. Соловки пользуются популярностью у иностранных туристов. В этом году его посетили граждане Китая, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии, США и других стран. Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник считается одним из крупнейших музеев-заповедников России. В его оперативном управлении находится более 1 тысячи объектов культурного наследия, самые древние из которых датируются пятым тысячелетиям до нашей эры. Туристический сезон на Соловецких островах длится с конца мая по начало октября. Ранее руководитель агентства Архангельской области по развитию Соловецкого архипелага Роман Балашов заявлял, что антропогенная нагрузка на природу и инфраструктуру архипелага в 2015 году достигла максимума. Рост турпотока на островах необходимо ограничить. Губернатор Ямал-Нинецкого округа Дмитрий Кобылкин пригласил в гости автора письма, найденного в бутылке, которая прибилась летом к острову Белый. Послание планируем отдать автору лично в руки. Пригласили девочку, которой тогда было два года, к себе в гости. «Оплатим дорогу, покажем ей Ямал и остров Белый», — сказал губернатор. В августе бутылка с письмом, которая 15 лет назад была отправлена с берегов севера Шотландии, была найдена на острове Белый в Карском море в Ямало-Нинецком автономном округе. По словам ученых, послание преодолело около 4000 километров. После исследования находки выяснилось, что бутылка была отправлена 15 лет назад одним из жителей Шотландии, из города Финдочки. В обнаруженном послании вписано имя двухлетней девочки Эмили Плант. А в день празднования 300-летия шотландского города его жители проводили социальную акцию. Они собирали пустые бутылки и помещали в них записки со своими именами, а также с именами своих детей и друзей, после чего послания были брошены в море. Сначала планировалось, что глава Ямала Дмитрий Кобылкин примет участие в арктическом форуме в реке Явике, где встретится с представителями Шотландии и вернет им памятное письмо. Однако губернатор пригласил автора письма увидеть Ямал своими глазами и лично забрать послание. Еще больше новостей на нашем сайте trksever.ru в разделе Арктика.